Привет! Меня зовут Оля, мне 26 лет, и я из города Самара. Весь сентябрь в Самаре лил дождь, сегодня, наконец, хорошая погода, мой любимый закат. Поэтому давайте ловить момент, гулять и говорить по душам. Ловить момент — одно из правил моей жизни. Первое правило — улыбайся песчонкой. Что бы ни случилось в твоей жизни, будь счастлив. Но вернёмся к моментам, которые важно не упустить в своей жизни. Когда мне на глаза попалась страница Александра Рейтинова в программе, где она рассказывала об удалённой работе и жизни путешествий, в моей голове отложилось, что я обязательно должна попробовать. Но я не поспешила действовать, потому что на тот момент в жизни, вечно ищущей своё место девушки, казалось бы, кто-то только пристал на своих здрав. После долгих поисков своего дела, в работе экономистом на авиационном заводе, менеджером в банке, я, наконец, решила заняться своим любимым делом, уволилась и начала шить одежду. Я ничего не знала, не умела. Я решила попробовать, если мы научились. Меня уже было не остановить. Индивидуальный фашист, дизайн, клиенты. Меня закружил вихрь творческих идей. Я уважаю свою работу. Могу не спать ночами, сдавая очередную красоту. Радуюсь до слёз, видя благодарные глаза клиента. Но есть одно но. Я привязана к клиентам, работе и городу, в котором живу. Но мечтала-то я не об этом. Я мечтала о свободе, о возможности быть там, где я хочу быть в данный момент. В общем, в очередной раз, попав в тупик, я задумалась, что я могу сделать, чтобы как-то изменить ситуацию. Тут я вспомнила о тренинге «Работа дома-2» и решила, что пора действовать. Потому что мое третье правило – лучше сделать и пожалеть, чем пожалеть о том, что не попробовала. Итак, тренинг оплачен. В голове куча сомнений, и я с нетерплением жду начала. Но все сомнения были развеяны 1 сентября. Когда я увидела реальных людей с реальными достижениями и поняла, что это мой шанс все изменить. И я воспользуюсь этим шансом, чего бы мне это ни сказали. А стоило мне это бессонных ночей во мне в весного куба, масса новых заданий, огромный поток информации, желание впитать каждую мелочь. Некоторые задания были по тем профессиям, которые я слышала в первый раз. И с лишним слов я бралась и делала. С самого начала тренинга стало понятно, что моя профессия в отдалене и это копирайзер. Работа с текстом. Положительные отзывы заказчиков не давали опускать рук. Хотя на самом деле очень хотелось это сделать, особенно в середине тренинга. Но я продолжала идти. Осваивать помимо текстов другие профессии, такие как видеомонтаж, беб-дизайн. Я создавала интернет-магазины, писала отзывы, обрабатывала фотографии, искала различную информацию. Этот сентябрь стал настоящим испытанием на прочность. Но для меня было важно дойти до конца и довести до победы свою команду, лидером которой я являлась. И мы дошли до конца. Мы заняли третье место среди 10 команд по среднему заработку на человека. Я заработала 335 долларов за месяц. И не собираюсь останавливаться. Ведь впереди новое открытие, развитие в профессии и новые страны. Сегодня я могу сказать всем тем, кто сомневается, что работа в интернете есть. Я проверила на себе. И каждый может найти себе занятие по душе. Не бойтесь выходить из зоны комфорта и делать то, о чем раньше думать даже не приходилось. Пора из мечтателя превращаться в деятеля. И не ждите подходящего момента. Он не настанет никогда. Пора действовать прямо сейчас. Вот договорилась. Мой оператор убежал действовать прямо сейчас. А мне остается сказать слова благодарности основателям проекта Александру Ретикину и Игору Полтавцеву. Спасибо вам, ребята, за такой замечательный проект «Отправную точку для удаленщиков». Спасибо кураторам и всей команде, которая работала с нами в течение месяца. Увидимся на Бали! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!